Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрабер. Сегодня у нас микрообзор Meizu Note 9. Новиночка от компании Meizu. Чем она порадовала нас? И действительно ли она является конкурентом Redmi Note 7 Pro? Посмотрим. По моему личному мнению, мне кажется, это конкурент Redmi Note 7, а не 7 Pro. А конкретно почему, мы, друзья, с вами сейчас разберемся. Итак, погнали! Здесь экран 6,2 дюйма, IPS-матрица. 89,3% занимает передняя поверхность экрана. Gorilla Glass 5-го поколения, 403 ppi и 450 нит выдает этот экран. Экран хороший, отличный, но, в принципе, ничем, наверное, не уступает и ничем не выделяется на фоне Redmi Note 7. Скорее всего, точно такой же экран, с такими же характеристиками приблизительно. Наверное, самый такой правильный момент это 675 Snapdragon. Он построен по 11-мм техпроцессу, видеоускоритель Adreno 612. Как вы помните, он уступает Adreno 616-му, у вас 710-го дракона, и здесь установлен Hyper Gaming, ну, то есть какая-то фишка для того, чтобы этот телефон неплохо оттянул игры. И давайте сейчас посмотрим короткое видео, сравнение 675-го и 710-го дракона. Я уже делал видео на этом канале. Что ж, друзья, 675-й дракон, хороший, это великолепный, отличный Snapdragon, который справляется со всеми задачами. Если действительно он будет еще играть неплохо, то будет великолепно. Но то, что мы в большинстве своих случаев уже перешли на Snapdragon, это, друзья, просто великолепно и отлично. Ставь лайк, если тебе нравится эта идея. Значит, версия здесь на A4-64, память типа LPDDR4X во всех случаях. Следующая версия A6-64 и последняя A4-128. Ну, как бы странная расстановочка, но в конце мы поговорим о ценах и, в принципе, станет немножечко понятно. В Antutu около 180 тысяч 500 баллов выбивает процессор, и все это железо. Ну, и, несомненно, если касательно вот синтетической части, то для Meizu это великолепные новости, то есть радости для этой компании, то, что железо правильное, отличное и достойное. И еще одна радость, это батарея на 4000 мАч, quick charge, то есть быстрая зарядка. Друзья, если NFC в этом телефоне, очень просто догадаться компании Meizu. Да, NFC здесь нет. Это, кстати, минус большой этого телефона. Прежде чем продолжим, друзья, не забывайте подписываться на этот канал. Ставь лайк, если ты считаешь, что Redmi Note 7 гораздо круче этого телефона. Ну, и дизлайк, если ты считаешь, что все-таки Meizu гораздо круче этого телефона. Далее идем. Основная камера. Мне кажется, это вот самая фишка этого телефона. Основная камера на 48 мегапикселей. От какой компании? От компании Samsung GH1. Знакомая, да, камера уже, друзья? Ну, как вы помните, она стоит на Redmi Note 7. И здесь, конечно же, интерполяция. То есть, это основная камера на 12 мегапикселей. И она, в принципе, в 12-мегапиксельном сегменте фотографирует очень даже круто и достойно. Но она, в принципе, может расширить фотографии. Вот, делать такими большими на 48 мегапикселей и так далее. Апертура f1.7. Дополнительная камера на 5 мегапикселей. То есть, в принципе, друзья, все отлично и все достоин. Фронталочка здесь на 20 мегапикселей. Апертура f2.0. Тоже нестыдная, зачетная фронталочка. И видео основная камера снимает Full HD разрешение 60 и 30 кадров в секунду. USB-C, друзья, здесь есть. Сразу же. Это великолепно. То есть, повторение, по сути, от компании Redmi. 3,5 мм джек тоже есть. А сканер отпечатков пальцев есть. Распознавание по лицу есть. И самое, друзья, наверное, важное в Meizu, наконец-таки, это случилось. Android 9 Pie. Друзья, вот лайк просто. Лайк Meizu за Android 9 Pie. Сразу же обновленный Android. Правильный, новый, современный. Тот, который всем нужен. Ну, почему Meizu не делала этого раньше, я не знаю. Flyme OS 7.2. Ну, здесь, конечно, стыд и позор. Но надеемся, что все-таки Meizu переродится. И мы выйдем на Flyme 8. Скорее всего, это так или иначе произойдет. Bluetooth 5.0. Wi-Fi на 5 Гц. Прием и раздача. GPS. Все отлично. Все присутствует. Друзья, прежде чем мы поговорим о ценниках этого телефона, все-таки обратим внимание на дизайн этого телефона. Meizu всегда топили за дизайн. Если вы помните, прошлое поколение, у Xiaomi было все плохо. А Meizu, но в плане дизайна, были, ну, по сути, на первом месте. Они действительно были такими, ну, как сказать, законодателями моды. Они всегда получались очень четкими, красивыми, интересными. Но посмотрите на Meizu Note 9. Друзья, это просто тупо повторение Redmi Note 7. Ну, вот это просто тупо повторение, да. Я даже не знаю, друзья, что ей сказать по этому поводу. Пишите в комментариях, нужно ли заказывать этот телефон. Капелька спереди. То есть, все по-стандартному, все как у Redmi. То есть, никаких отличий. Ценник этого телефона, версия 4.64, около 208 долларов. То есть, приблизительно по рублям это около 13500 рублей. Но по факту, друзья, как обычно, будет цена где-то 240 долларов, начиная. И постепенно она будет падать. И, кстати, у Meizu сейчас идет хорошая тенденция. Цены падают на телефоны. И это отлично, великолепно. Следующая версия на 6.64, странная версия. То есть, 6 гигов оперативки. Стоит 238 долларов. По факту, будет стоить около 280 долларов. То есть, в рублях начальная цена около 16000 рублей. Ну и последняя версия на 4.128 тоже будет стоить 238 долларов. По факту, тоже около 280 долларов. То есть, смотрите, по сути, две разные версии. Вы выбираете, что вам нужно. Либо больше оперативки, либо больше основной памяти. В принципе, неплохой ход. Такой интересный, как бы не было у других компаний таких вот решений. Но Meizu пошла на этот момент. Я бы, честно говоря, друзья, забил бы на оперативную память. И выбрал себе версию на 4.128. Потому что, мне кажется, вот именно вместительность, да, это как бы сегодняшняя проблема в основном у телефонов. Но не у всех, конечно, телефонов. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Понравился он, не понравился. Нужно его заказывать или не нужно. Оценивайте это видео лайком, хорошим комментарием. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.